с момента последнего включения прошло не знаю часов наверное 10 я подремал в спальнике с прекрасным видом провел стрим по идее бы надо бы какую-нибудь баньку зарулиться а я посмотрел местные баньки и что-то как не нашел ту который душа сразу развернулась 5 часов вечера погода пасмурная в любой момент может ливануть дождь я за каким-то хреном еду из ярославля в рыбинск нравится мне в ярославле но я бы может быть хотел бы здесь пожить какое-то время скажем так обычно куда-то возвращаться творчеством заниматься ездить на природу сходить в строительское кафе либо там попробовать попросить чтобы тебе приготовили без соли и отправился путешествие не для того чтобы приехать ярославле чтобы остаться здесь и доедать лето не я хотел посмотреть больше городов как минимум от волок да еще есть еще раз по состоянию вообще идеально лучше чем было на третий на второй день там еще были периоды такой вялости я себя пытался как-то бодрить то сейчас просто постоянное состояние нормально абсолютно смотришь на людей в магазинах которые толпами бегают скупает все подряд быстрее приезжают жрут тусят 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 быстрее уезжают как бы ну да ты чувствуешь себя на отшибе этой реальности но честно спросив себя а я хочу прямо сейчас вот так же я отвечаю нет категорически нет я может быть и хотел бы с кем-то из них что-то поделать но и хочу делать то что они делают мне не хочется туса 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 жрать срать жрать срать просто вообще не интересно а они все это именно это и делают мне например интересная идея создание что-то вроде фильма это сложный процесс сейчас хочу а потом прошло два дня и ты уже этого не хочешь тем не менее попытаться хоть что-то сделать в этом направлении продумать сценарий потому что инструмент для записи сейчас абсолютно все есть начать потихонечку производство монтировать навыки есть снимать тоже людей найти учитывая небольшое комьюнити вокруг меня можно просто клич бросить ребята мы в таком-то городе снимаем не хотите поучаствовать подработка на личном авто и сразу же понятно впереди камера на полосу какая именно подработка по-прежнему это дурацкое разграничение день и ночь присутствует то есть сейчас пока еще светло вокруг меня все норм я уверен буквально вот пару часов будет темно и я начну опять в господи какой ужасный мир куда спрятаться где мой домик дайте я пожру и засну надеюсь что сегодня это уже будет в меньшей степени потому что я прорабатываю себя я работаю над этим по физике немножко потренировался не вот что прям очень много достаточно глазки стали себя лучше чувствовать нет такой сухости хотя еще не идеал ладно вроде пока все рассказал дальше буду просто делиться впечатлениями от поездки посмотрим что такое рыбинск я не был вы были если не были сейчас покажу что такое рыбинск если прям совсем ничего особенного по моему там что-то связанное с двигателями авиационными есть не ошибаюсь не просто же так там типа троны сбивали если что вернусь и поеду в волокду либо опять в ярославле останусь посмотрим пока не знаю вот типа раз полоса вот типа два полоса и знаки периодически обгон запрещен обгон разрешен по факту есть может спокойно две машины ехать мы с вами в рыбинске смотрите какая красота это все гораздо лучше чем я думал все таки надо гуглить перед тем как у это ехать я думал так ну просто какая деревушка как а а а а а а а Кто в танки играет, знает, какая эта штука была в своё время имба. Давно уж не играл. Только хотел сказать, всё замечательно, но не хватает площадок. Площадка? Когда одна вывеска оформлена в таком стиле, воспринимается как обычно. Но когда все в таком стиле... Ну скажите, круто. Взял себе маковое. Вообще масло не потребляю в последнее время, только на жидком. Маковое масло у меня в Нижнем знакомый выжимает. Это просто пушка. Чайная ложечка перед сном, ну или за час. Сны будут просто офигенски яркими, интересными. Выдавили масло вчера утром. До двух недель норм. Короче, я пока не решил, буду ли потреблять, потому что так легко и хорошо в теле. Но соблазнился. На крайний случай родным отдам. В Рыбинске потрясающе. Мне очень понравилось. Обязательно как-нибудь вернусь. После утренней гимнастики, небольшому променаду по набережной, решил ехать в Череповец. Здесь очень красивые виды. Сейчас будем проезжать ГЭС. С левой стороны будет водохранилище. Навигатор не работает, приходится останавливаться, спрашивать у людей. Ну как приходится. Я с удовольствием это делаю, потому что местные очень позитивные люди. Давно такого не встречал. Они прям душевные, в них прям игроки. На площадке занимаюсь. Мужик подъезжает на велосипеде, начинает заниматься, говорит, здравствуйте. И занимается. Мы с ним не разговариваем вообще. И после того, когда он позанимался, минут 20-30, он уходит и говорит, до свидания, бодрого вам дня. Конечно, подобное возможно, если была какая-то коммуникация. Ну типа мы поговорили, и вот у нас там, здравствуй, до свидания. А тут он просто поздоровался сам. И попрощался, еще так дружелюбно пожелал хорошего дня. Смотришь на людей, даже немножечко краем уха подслушиваешь, как они говорят невольно. Они прям живые, они настоящие. И мы сейчас уходим налево и туда, далеко-далеко. На той стороне нас ждет Череповец. В общем, если вам не хватает душевности, либо вообще себе невестку подыскиваете, приезжайте в Рыбинск. Девчонки симпатичные, спортивных людей очень много. Дороги более-менее норм. Примерно 3 часа, и мы должны быть в Череповце. Увидимся там. Как же это непривычно в дороге. Обычно это постоянное мучение. Мытье, туалеты, еда. Капец. Купил себе воды, полторашку. Взял мыло. Остановился просто вообще где угодно. Чтобы людей особо не смущать только. Смочил слегка волосы, взял мыло, намылился. Аккуратно все это дело смыл. То есть у меня литра хватило. И все. Ну, просить за подробности гениталии тоже ополаскивать надо. Один раз в день, может даже через день, через два делать, если волосы очень короткие. Главное не потреблять ничего жирного. Вот я взял масло маковое, так и не стал пить. Потому что знаю, что кожа будет жирная, волосы будут жениться. Вот у меня были мысли много раз таким образом попутешествовать. И каждый раз что-то там начиналось подъедаться. А сейчас у меня в Чистогане, вот у меня кокосовая вода с собой литр, которую я еще в Ярославле купил. Я глоточек 2-3 сделаю и все. Более того, ночью, когда сегодня отдыхал, под утро, из-за того, что было прохладно, захотелось в туалет. И когда я уже проснулся через час-два, начал заниматься на площадке, зубки почистил, я перестал ходить в туалет. То есть нормально, как у монахов, моча скапливается в мочевом пузыре и уходит, когда нужна мочь. Моча, мочь, сила. Дорога от Рыбинска до Череповца. Нечего, конечно, ехать больше 100 километров, но пока отличная, нравится. По трассе едешь, дорога, муах, конфетка. Езжаешь в городок, трэш вообще. Это и мне сейчас еще нормально, наверное, но. А когда у меня был Opel, я бы тут, наверное, измутеился. Смотрите, какая красота. Ну, вообще... Помню, как-то давным-давно попросил своих подписчиков, ребята, давайте скинемся на дрон. Я поехал на Байкал, заснял очень много кадров с дрона. По Европе поездил, поснимал. И потом как-то перестал активно ездить. Выходили новые модели, думаю, я продам. Потом, когда надо будет, когда поеду в поездку, куплю. В итоге... Вот сейчас езжу и думаю, многие места было бы классно показать с высоты. Вот я и приехал в Череповец. Новостройки. Чистенько. Сейчас буду изучать. Во время остановки нам, конечно же, предлагают всякие дуду-пиццы, макдаки и прочие хренаки. Нет, бы он не показывал. Спортивная площадка, красивый парк, какая-то достопримечательность. Яндекс. Но сделайте людям хорошо. Хотя бы в настройках такую опцию сделайте. Во время остановки добавить достопримечательности. Я пиццу в принципе не ем. Прикольные деревья. Как это вообще красиво. Нравится мне. Супер. От Ярославля до Рыбинска, от Рыбинска до Череповца вообще ни одной камеры не видел. И, кстати, в Ярославле вот за несколько дней я не видел ни одной машины ДПС. И в Рыбинске тоже. И вот в Череповец приехал тоже не вижу. Народ сам понимает, что ездить надо хорошо. И знаки такие большие. Написано. Водитель, не спеши. Все понятно. Не спешим, едем спокойно. Народ, кстати, плавно ездит, спокойно, не дергается. Регион 35. Будем знать. Вот меня сюда телепортируй и скажи, давай, какой город? Последнее, я понимаю, что сказал, наверное, здесь по Череповец. Здесь по-любому должен быть вкусвил. Спортмастер. Торговый центр. Домики такие классные. Нура, Мерлен. Да мост. Да ладно, мы сейчас через него поедем, серьезно. Яхточки ходят. Ядрить, колотить. Как классно. Порт огромный. А в Иране меня бы за такие кадры... Историю Голтиса почитайте, как он ездил в Иран. Как у него среди снятого материала нашли попавший в кадр мост. И он чудом выжил. Да, здесь есть вкусвилл. Смотрите, какие широкие улицы. И вообще, я заметил, что в этом регионе у городов преимущественно широкие улицы. И странно, почему они такие узкие в тех краях, где я живу. Взять тот же самый Нижний Новгород, Чебоксары, набережные Челны, Казань, Самара, Тольятти. Ну, вот эта вся часть. Все узенькое, такое компактненькое. Здесь прям размах. Туды, сюды. Проспект вообще охреней. Очень большой. И, наверное, с пробками здесь тоже так же все прекрасно. В том смысле, что действительно хорошо. Нет пробок. Зачем? Ну, мне нравятся. Такие приятные жизнеутверждающие надписи. Дорожки велосипедные. Видите, какие красотули. Я вот сейчас по этой улице иду. Набережная. Потом, наверное, как-нибудь вот так вернусь. Первый раз такую площадку вижу. Ну, это классно. Вот эта херня в теле создает давление. Если эта херня пропущена через растения, тогда проблем нет. Наше тело не страдает, не происходит кальцевирование. Но если ты это напрямую из почвы херачишь, морская, любая другая, она имеет более укропненную структуру. Что приводит к кальцевированию связок, суставов, шишковидной железы, ранней деменции и прочей хрени. Так что, если хотите быть здоровыми, ни в коем случае не принимайте соль, так называемую, неорганическую, имеющую крупную структуру. Дети вышли на улицу гулять. Вместо того, чтобы резвиться, веселиться, они сидят пялиться в мультике. Как обычно, фотографии будут в моем телеграме. Был во вкусвилл, у продавца спросил, что можно посмотреть. Она говорит, ты езжай там в какую-то, и называет цифру района. Думаю, что нафиг за районы. Сейчас смотрю, Череповец, это вообще сплошные районы. Здесь 14, 213, 201, 93. То есть у них вообще никаких названий нет. Ну, прикол. Простор. Интересно, сколько я уже нагулял. Ну, вообще, только вышел 8,8 уже, зашибись. Барикоза нет. У тех, кто молоко не пьет, у них барикоза нет. А те, кто пьют, еще как есть. Спросил у отца по поводу Череповца, как вообще город. И он без особого энтузиазма говорит, ну так. И сейчас, когда я прошелся по туристической части, и немножечко зашел в нетуристическую, обычную. Я понимаю, почему он так без энтузиазма ответил. Когда он сюда приезжал, вот этих вот скандинавских скамеечек, плиточек, бордюрчиков идеальных, подобранных, не было еще. Пройдя сейчас по тому Череповцу, который он видел, я понимаю, почему у него могли быть такие апатичные настроения. Стоит только набросать. Вот это все дерево, алюминий, зелень. Сразу настроение меняется. Поэтому я тут прошелся, у меня впечатление, мне нравится все. А он, когда здесь побывал, такой, ну, что обычно. Ну, мы сейчас еще пройдем 200 метров и пойдем по главной улице. Там прям... Ну, я не знаю, сколько нужно ресурсов, чтобы вот эту красоту, которую там сделали, копировать и вставить на весь город. Видимо, всему свое время. Нужно, чтобы дачи руководства были достроены. И тогда уже... В общем, нагулялся я по Череповцу. Конечно, я не все видел еще. Но! Я решил ехать на Ладогу. Я знаю, это супер нерационально. Зачем ты вообще-то перся сюда? Мог бы другой дорогой проехать. Я слушаю сердце. Оно мне говорит, езжай на Ладогу. Черепов в том тебе все понятно. Он для тебя уже в должном объеме раскрылся. Ладога. Правда, время уже 4 часа, а мне ехать 6. Ну и что? Сердцу не прикажешь. Ладога так, Ладога. Только не говорите, что вы не видите Мишку. Дорога отличная. Виды прекрасные. Иногда моросит дождик. Иногда выглядывает солнышко. Иногда плетется фура. И главное, водители очень культурные. Если фура, обязательно поворотникам покажут, что можно обогнать. Если нельзя, ты лезешь, а она покажет, что не надо. Нравится мне вот это вот общение между автомобилителями. Есть в этом что-то безусловное. Мы знать друг друга не знаем. В обычной жизни с грустной рожей мимо друг друга будем ходить. И еще и нахамим, если что. Но на дороге неважно. Обязательно. Помогут, подскажут, уступят, если надо. Стекло мошками все заляпано. Впереди камера на 60. А нам вообще куда? Прямо? Мы приехали в Колчаново. Нам еще 134 километра. И, наверное, 30 из них нам до старой и новой Ладоги. А потом по дороге жизни поедем. Субтитры сделал DimaTorzok